Мы во внутреннем терминале Хабаровского аэропорта. Время 9 утра и здесь происходит что-то совсем неожиданное для пассажиров. Это флешмоб Хабаровского краевого музыкального театра. Часть громкой премьеры. Первый бал Наташи Ростовой. И это начало большого события. 210 лет Геннадию Невельскому, чье имя и носит Хабаровский аэропорт. Мы показываем здесь эпоху Невельсковую, хотя они там как-то и не параллели мы можем провести, но эпоха, она пересекается. Эти костюмы, эти манеры, балы, поэтому это все как-то взаимосвязано, конечно. У нас сейчас был прекрасный флешмоб, небольшое представление, кусочек из нашего премьерного спектакля. Первый бал Наташи Ростовой по мотивам романа «Война и мир». Это очень красивый кусок бала, который мы хотели показать всем, кто оказался причастен здесь, в аэропорту. Мы подготовили специальные письма от Геннадия Ивановича Невельскова, можно сказать, потом, которые получит каждый пассажир при регистрации, которые расскажут о том, какой след оставил Геннадий Иванович в жизни Натальнего Востока, какую роль его исследования и путешествия сюда сыграли. Вот так выглядит письмо от Геннадия Невельскова, оно очень стилизовано под ту эпоху, и помимо приветствия пассажиров здесь краткая история того времени, когда Дальний Восток навсегда стал российским. Николай I произнес фразу, ставшую исторической, где раз поднят русский флаг, он уже спускаться не должен. Сегодня день рождения Геннадия Ивановича Невельскова, чье имя носит аэропорт, в котором мы с вами находимся. Что о нем знаете? Ну, Невельской был первопроходцем Дальнего Востока. Что сделал? Он установил флаг России, присвоил Дальний Восток России, получается. Он исследовал Дальний Восток, он исследовал, что Амур, он исследовал в Устье Амура, и оказалось, что он впадает, получается, в Ходское море, и, получается, оказалось, что Сахалин – это остров наш. Он является великим, ну, так сказать, знаменитым человеком великим тоже, потому что он основатель нашего города. У нас в городе стоит памятник, посвященный ему. А вы из Николаевска? Да. Мы из Николаевска. У нас по спуску к набережной стоит рядом с администрацией его памятник. А здесь проходит мастер-класс от анимационной студии «Мечтолеты». Ребята рассказывают о своем большом проекте. Это полнометражный мультфильм о Невельском, который выйдет в 2025 году. Внезапно осознали, что мы здесь, в общем-то, дальневосточники, находимся все во многом благодаря как раз деятельности Невельского. И как дальневосточный герой, он довольно интересный персонаж, было бы неплохо познакомить с ним как можно больше народа. И проводить не только выставки, но и представить его, вот, вроде персонажа большого кино. Для прилетающих пассажиров в аэропорту установили вот такую фотозону. И пока ждешь багаж, можно приобнять Невельского и сфотографироваться с ним. Виктория Зыкова, Данила Кулешов. Смотри Хабаровск.